Улица Седова была одной из самых оживленных в Благовещенске. Но 20 апреля обрушился канал внутри дамбы, через которую проходила дорога. Сейчас жителям Благовещенска, чтобы добраться на учебу, работу или в больницу, приходится объезжать город по трассе, что занимает очень много времени. Мы решили узнать, что предпринимают власти для того, чтобы вернуть жителям спокойствие и восстановить удобный для них проезд. Когда 20 числа мы обнаружили, что начало разрушаться, сразу же перекрыли, убрали плиты. Слава Богу, я находился в командировке с Андреем Геннадьевичем. Сразу все обговорили варианты, как нам выделить средства. У нас уже готов был проект с госэкспертизой, поэтому в этом плане нам легче. На сегодняшний день мы уже вышли на торги с тем, чтобы выбрать подрядчика, который приступит в ближайшее время к ремонту. Еще в прошлом году власти поняли, что эту ГТС нужно ремонтировать. Во время чистки пруда обнаружили, что под дорогой есть трещина. Тогда начали разрабатывать план ремонта, согласовали его. И хотели приступить к работе в 2024 году. Мы же не знали, что у нас произойдет такое обрушение, так резко вернее. Мы к этому готовились, поэтому и проектировали. Уже у нас, слава Богу, был проект, государственная экспертиза. Но, к сожалению, либо к счастью, даже теперь уже не знаю, этот процесс у нас ускорился. Сейчас дорога открыта только для пешеходов. По словам властей, это место имеет большое историческое значение для горожан. Наш пруд действительно уникальный. Не каждый населенный может похвалиться такой же мчужиной. Это было излюбленное место отдыха горожан. Здесь раньше, в 80-е и 90-е годы, и лодочная станция была, и катамараны, и вышка была установлена. То есть люди здесь действительно отдыхали. Все-таки вода для людей носит такой умиротворяющий характер. Поэтому всегда люди приходили, любовались нашим водоемом. Сейчас пруд уже очистили. Дальше в планах было продолжить благоустройство прилегающей территории. Чтобы люди могли отдыхать у воды, купаться в ней. Но первоочередной задачей стал ремонт гидротехнического сооружения, который уже нельзя откладывать. Проект есть, экспертиза есть, деньги выделены. Сейчас будем считать, остается восстановить. А сам, как я сказал, усталость, сам бетона, усталость. Я же вам говорю, она 50 лет должно быть, потом капремонт должен делаться. Не зря же проект сделали, и капремонт сделает. Менять будут донный водоспуск, установят новые трубы и задвижку. Такой ремонт обойдется в 52 миллиона рублей. Глава администрации обещает, что ремонт будет завершен уже к осени текущего года. Вот, прошлый ремонт, это был в 80-х годах. Соответственно, и материалы были совершенно другие, ну и ответственность была другая. Напряжение на дорожное полотно было другое. Понятно, ну, 40 лет оно простояло. Я надеюсь, что за счет того, что мы сделаем, простоит еще дольше. Благовещенский трещину обнаружили еще до обвала дорожного полотна. В связи с этим частично перекрыли дорогу, запретили ездить большой грузом, положили бетонные плиты. Все это спасло город от трагедии. Никто не пострадал. Но, как говорят специалисты, в Башкирии есть еще много подобных сооружений, требующих скорейшего ремонта. Около 500 прудов таких. Ну, они все практически давно были построены. Практически многие, половина, 50% и больше требуют такой же капитальный ремонт. Алсу Гумерова, Виталий Федотов, телеканал ЮТВ.